Такие исследования о дружбе провели в Италийском университете и в Массачусетском технологическом институте. Специалисты провели инкетирование израильских студентов, американских, попросили их расставить сокурсникам оценки по шкале от нуля до пяти. Ноль означает, я с ним не знаком, а пятерка, он мой лучший друг. Ученые также попросили респондентов предсказать, как к ним относятся другие сокурсники. 95% выразили уверенность, что точно так же, как и они к ним. Оказалось, половина не относится так же. Большинство людей ошибаются в оценке своих отношений. Мы практически не способны верно оценить, как к нам относятся другие. Вот такой сделан вывод. Да, мы не видим ничего, мы видим только себя. Это поэтому происходит. Своё отражение вокруг, да. Так что нам надо как-то это исправлять. Потому что, с одной стороны, мы видим совершенно неправильный мир, лживый. С другой стороны, мы не можем действительно исправить те отношения, которые неисправны. Их можно исправить. А в какой момент будет стопроцентное попадание, что моё отношение... Это когда мы вместе начнём работать на сближение. Независимо от того, что между нами происходит. Когда задача будет соединиться между собой в центре круга. Тогда уже нет никаких проблем. Ради чего-то? Ради чего-то обязательно. Ради того, чтобы достичь следующего уровня развития. Подняться на следующий уровень природы, творения, создания. Но это сложно для просто друзей или для... Нет, нет, нет. Мы можем совершить такую, понимаешь ли, туристическую поездку по горкам вот таким вот духовным. И это будет нам только в радость. Почему нет? Чтобы прийти к этому закону, да? Да, это сумасшедший духовный кайф. Я вам предлагаю. Ну вот ещё один подвопросик такой. Вот какой они сделали вывод. Дружба является более сильной мотивацией, чем деньги. Это естественно. Естественно. Поэтому наиболее эффективный способ добиться результата в любой области – делать работу вместе с друзьями. Да. Ну, это понятно. Это то, что говорит наука Каббала тоже. Что мы должны вместе работать, вместе действовать на объединение. Тогда у нас будет всё. В том числе и деньги. Понятно. Несомненно. Потому что высшая сила, которая всё устраивает в нашем мире, в том числе и все эти меркантильные проблемы, она приходит только там, где есть объединение. То есть мне будет достаточно то, что у меня есть. И больше того. И больше того. Да. Ловим вас на слове. Субтитры создавал DimaTorzok